А вообще вам приходилось когда-нибудь в жизни с дискриминацией сталкиваться? Ну, конечно. А как же? А как же? Например? Ну, вы знаете, комиссия, там решение. Решение есть, решение нет и не будет. А почему неизвестно, а почему известно. И так далее, и тому подобное. Ну, всякие пункты были, всякие были пункты. Там не уследишь, в тех органах. А вот когда вы осознали свою исключительность, что вы не совсем обычный человек, не совсем обычная девочка? Я и сейчас не осознаю свою исключительность. Нет, вы знаете, вы это излучаете, что вы особенный человек. Может, я это излучаю, но я совершенно никто из вас меня никак. То есть вы искренне со мной никакие? Однозначно. Я просто проводник. Просто проводник, которому говорят, а я повторяю. Например, в зале, на тренировках. Я всегда детям говорю, дети, я никто, не звать меня никак. Но мне говорят, а я вам повторяю. Хотите, слушайте, что говорят вам в конторе. Хотите, не слушайте. За это будете отвечать. Вы знаете, одна вещь у меня, ну, что называется, не склеилась с вашими воспитанницами, дочерами. Что, с одной стороны, говорят, что Ирина Александровна, она прямо отсматривает всех молодых людей, строгий фильтр, чтобы, не дай бог, не за того замуж вышла. А с другой стороны, я смотрю, ваши, ну, любимицы нельзя сказать, потому что вы их всех любите, но такие всемирно известные ваши дочери, как, допустим, Утяшева вышла замуж за комедианта Павел Воли, который официально представляется как гламурный подонок. Ну, то есть, у него такой титул в комеде. Он гениальный парень, прекрасный отец, великолепный муж. То есть, вы сразу приняли его? Они прошли, они прошли очень сложный путь своих взаимоотношений, прежде чем они остались жить вместе и родили таких двух потрясающих детей. А через Вину Русманова они сразу прошли? Они, однозначно, потому что Воля сам все сочиняет, и он прекрасный актер, и прекрасный писатель, он же все сам пишет. И очень порядочный человек. То есть, тезис, что артистов у нас в семье не надо, вы не унаследовали? Ну, это с Амины Зариповой я прошла. Ошиблась. А вы имеете в виду ее брак с Кортниевым? Ну, да. Вы считаете, это была ошибкой? Я считаю, что я была ошибкой, когда говорила, что это плохой выбор. Что артисты нам не нужны, повторила я слова моей бабушки. Ирина Русманова. Очень непростой собеседник. Ну, потому что ей вообще, в принципе, не нужны интервью. Это интересная, красивая, властная, известная во всем мире женщина. Ей просто не нужны никакие эти беседы. Поэтому я очень признателен, что несколько лет назад она нашла время для нашей встречи. Кстати, накануне она откроет такую небольшую тайну. Она захворала, это было зимой. И люди из близкого окружения сказали, что съемка не состоится. Тем не менее, Винер нашла в себе силы выдержать этот разговор. Не обмолвилась ни словом о том, как она себя чувствует. Несколько было озвучено в этом разговоре то, что называется, принципов базовых. Но один не прозвучал. Один из принципов, который, безусловно, придерживается Винер Русманова. А он читался между строк. Достаточно популярный на стране называется «Своих не сдаем». Это, кстати, и в контексте разговора и про Алексея Кортнева, и про Павла Вольфа. А как вот эта установка и осознание себя пантерой, львицей и, в общем, действительно властной, влиятельной женщиной совмещается с вашим тезисом о том, что жена должна выслушивать мужа, покорно опустив глаза вниз? Это сочетаемые вещи? У меня не тезис. Просто львица – это есть такая Адамсона книга «Рождённая свободная». Вот я себя ассоциирую с «Рождённой свободной». Но «Рождённая свободная» – это не значит, что быть одинокой, гармонию. Ведь у львицы всегда были прайды, и они не грызлись из-за того, что там один лев и много львиц. О, да. О, да. О, это вам нравится. Ну, конечно, ну всё, да. Не понравится. Вот так я вас всех убираю. Нет, действительно, очень смелое было заявление о том, что вы считаете, что женщина должна прощать мужчинам не моногамную установку. Это, в общем, ну, очень смело, я считаю, было ваше заявление. И я когда это услышал в одной из телевизионных, даже не в одной, а в двух телевизионных беседах, как минимум, слышал, я подумал, о, вот это вот девушка, она умеет мужчинами манипулировать. Вы манипулируете близкими мужчинами? Я не просто не говорю. А мне не близких мужчин, у меня только начальники мужчины. Вот я ими манипулирую, когда мне нужно что-то получить для своих детей. Кстати, ещё одно заявление, которое меня поразило, и это правда, я знаю, что действительно у многих знаменитых, красивых, известных, умных женщин действительно нет подруг. Но ни одна в этом не признается. Вы в одной из бесед, когда вас спросили про подругу, сказали, что у меня нет подруг. Ну, у вас же есть знакомый, что вы имели в виду, что у вас нет подруг? Что имелось в виду? Ну, вот встречаются подруги на гяб, как говорят, у нас пристани разговор, перетирают косточки, перемывают. В этом смысле, да. Да, 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 но у меня нет времени на это. На всех друзей нужно иметь время. Вот если есть у меня там одна или два человека, которые сами ко мне приходят, их сами со мной общаются, и мне стараются помочь. Вот это вот такие близкие люди, а больше нет. Хорошо, но вот в детстве у нас у всех есть. В детстве люди легко сходятся, моментально вместе оказались, подружили. Нету, нету. В детстве были? Всегда работала, как раб на галерах. Вот откуда Владимир Владимирович? Путин позаимствовал эту известную фразу. Это я позаимствовала. Я подумала, что он не одинок, что рядом на галерах сидела и я. Вы доверенное лицо, кстати, Путина. Это что-то значит или это просто вот такой? Он для меня кумир.